Собрать урожай до начала сезонных дождей. Такая задача стоит перед рисоводами при Орале. Поэтому работы на полях не останавливают даже с наступлением темноты. Наша съемочная группа сейчас находится в Кармакшинском районе. Райхан Тажибаева на связи со студией. Райхан, доброй ночи. Но вот успеют ли аграрии до начала дождей? Вообще, какие прогнозы синоптиков? Здравствуйте, Сергей. В эти дни в приорале сложились благоприятные погодные условия, поэтому все надеются на высокие сборы. 80% урожая уже собрано. Это около 300 тысяч тонн риса. 52 тысячи из них в закрома страны отправлены отсюда с полей Кармакшинского района. В нынешний аграрный сезон здесь под главную культуру региона отвели 12 800 гектаров, чтобы собрать все без потерь. Как видите, техника и люди работают на полях круглые сутки. Косовица в районе завершена на 82,5%. В среднем с каждого гектара собрано свыше 55 центнеров риса. Битва за урожай в этот час идет и на полях хозяйства Мурата Сарстимбаева. В активах агроформирования свыше 4 тысяч гектаров посевных. 2 392 из них засеяны рисом. В прошлом году хозяйству удалось добиться лучших результатов в районе. Показатели за счет применения высокопродуктивных сортов риса. Каких именно, мы попросили рассказать главного агронома хозяйства. Скажите, пожалуйста, в этом году акцент на какие сорта был риса сделан? В этом году акцент мы остановились на сортах лизера и янтарин. Из-за хороших семян, первой репродукции семян, нам удалось получить отличные результаты. Сейчас в данный момент ожидается у нас 70-75 центнеров с каждого гектара собрать урожай в этом году. В этот поздний час на полях вся ваша техника и люди. Скажите, чем обусловлен такой жесткий график работы? Несмотря на позднее время, пользуюсь солнечными погодами. Стараемся извлечь с каждой минуты пользу. С раннего утра до позднего вечера работаем на полях. Убрать вовремя срок урожая нужно нам обязательно. Чтобы дожди не были, будут дожди, потери у нас на 10-15 центнеров упадут урожаи. За это стараемся допоздна убрать все. Спасибо большое. Добавлю, что по сравнению с прошлым годом объемы пассивных площадей в регионе увеличились на 3,5% и составили 183 тысячи гектаров. На сегодня полностью собраны зерновые и кормовые культуры, осенние и летние пшеницы, софлор, завершается сбор овощей и бахчевых. Продолжается и рисоуборочная кампания. Если не подвезет невестная канцелярия, завершить ее планируется в первой декаде октября. На этом у меня все. Сергей. Спасибо, Райхан. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Райхан Тажебаева.